В Караганде работники коммунальных служб требуют поднятием оклад. Официально средняя зарплата на сегодняшний день составляет порядка 85 тысяч тенге. Сотрудники управления парками считают, что правительство недооценивает труд простых рабочих, которые следят за чистотой и порядком в городе. В ситуации разбиралась наш корреспондент в регионе Вера Шеллер. За 87 тенге оклад? Какой рабочий приходит? Приходят одни больные, пенсионеры. Оценить нелегкий труд коммунальщиков и поднять оклад требуют все собравшиеся рабочие. Уверены, их в правительстве недооценивают. Официально оклад работников сферы благоустройства составляет 85 тысяч тенге. Последней каплей для них стала заработная оплата за апрель. Вместе со всеми премиями они получили всего 200 тысяч тенге. Каждый месяц сумма разная в зависимости от госзаказа. В апреле месяце у нас заработную оплату получили по 200 тысяч, а в марте месяце мы получили 250 тысяч. У всех есть кредиты, ипотеки, семьи, есть у людей, которых четверо, шесть среди детей есть. Людям не хватает, да, это факт. Чтобы люди, конечно, ценили, что люди работают, стараются для города, работать, держат в чистоте парки, скверы, аллеи. Инженер Ермек Моусымбаев при управлении парками работает последние 12 лет. Через 7 месяцев мужчина уходит на заслуженный отдых. По его словам, с минимальным размером пенсии. Врачи преподавают. Ну, кому подняли. У них, конечно, кабинеты сидят, а у нас нету такого. Мы с утра пришли в 8 часов, лопата, веник и вперед. Вот, жара хоть 40, хоть 15, мороз хоть 40, хоть 20, снег идет. Мы без остановки работаем. Сейчас даже в любом частном организации уборщицы 85 не получают, которые в теплом кабинете ходят. В управлении парками с недовольством рабочих согласны, но сделать ничего не могут. Вопрос должен быть решен на уровне правительства. Мы на своем уровне будем направлять письма депутатские в Можилис. Также в Можилисе есть наши депутаты, которые баллотировались от города Караганды. С ними вместе будем отстаивать, чтобы постановление правительства поменяло оклад. Чтобы хоть как-то поднять заработную плату рабочим, к окладу им начисляют премию, сумма которой меняется ежемесячно. При этом сами пенсионные отчисления остаются небольшими. Люди надеются, что в правительстве их услышат, и оклад будет пересмотрен. Продолжение следует...